всем добра и счастья дорогие друзья меня зовут стас на канале мистер момент 1 а это mafia definitive edition я вроде настроил вебку и теперь я понял что перед каждым вот сплэем нужно немножко подкручивать потому что освещение постоянно меняется вот и вроде как сейчас я нашел тот самый баланс контрастности и яркости короче нахуй тебе это знать не надо тебе это знать поэтому поехали поехали проходить дальше поехали проходить дальше у нас финальная прямая финишная осталось всего несколько глав 2-3 не знаю сколько пускай будет интрига небольшая поэтому самое время наконец-то узнать чем закончилась история томи анджела чисто для разрядки 1938 год это год когда он решил уйти из семьи если что превосходно до отмена босс и это только начало партию сигар завезенных из камеруна конфисковали таможенники вам нужно ее забрать нам нужно украсть сигары а что тут такого гости наших клубов готовы не хило платить за хорошие сигары да и все же как то это мелко я всегда знал что ты умен там все точно подмечаешь тут ты прав это довольно мелко так оно и должно выглядеть сигары лишь прикрытие для груза камушков в коробках спрятаны контрабандные алмазы федералы их пока не нашли мы крадем алмазу федералов не волнуйся то я уже успел обсудить все подробности с сам он расскажет так у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов подумайте что делать но привезите сигары прежде чем кто-то найдет настоящий груз поняли все будет я рад и не выпейте тут все без меня ты знал об этом вчера мы с боссом все продумали есть план не буду говорить что он идеален но вроде шанс есть небольшой у нас там свой человек или что нет все нужно делать самим будет нелегко ящики сигарами хранятся порту сука там же полны полно охраны да тут сила не поможет действовать будем тихо гоним грузовик с таможния и приедем на нем и грохнем беднягу водителя нет просто припугнем и заберем его документы верно избавляться от села только лишняя морока ладно поехали неплохо бы взглянуть на этот грузовик ты чего то да так пытаюсь как-то обдумать это дело чего тут думать поздает задание мы выполняем все это как-то слишком рискованно даже ради алмазов если нас прижмут то могут закрыть надолго тогда постараемся чтобы не прижали ну да годит и мутные дела пошли если честно вообще ни о чем я припрятал все нужно неподалеку от порта если кому-то нужно что-нибудь особенное спросите ведь лично мне нужен глоток виски господи поле можешь хоть раз не пить перед делом пожалуйста а чё увени есть что-то чем не даст и зайду дело сегодня опасное том бери все что понадобится мне бы снайпер очку я бы был бы очень рад винтовка и допустим позаочный пистолет так хорошо взяли ну и нож ну да в принципе как все начиналось как ты тряс лавочников пускал в расход шпанул будто сто лет прошло да ничего и не изменилось винни все покойники одинаковые наслаждайся я всегда мечтал достичь каких-то высот и вот мы на самом верху наши мечты сбылись то у нас есть все не забывай об этом есть все но все равно мало сальери все равно мало дофига денег но мало все равно пошли я зачитался блять серьезного выехать может хватит перестань играть с пушкой ты меня нервируешь извини просто мысли в голове много да ну там еще и для мыслей место есть смейтесь мудачо все вы не верите что у меня могут быть планы но вы ошибаетесь плохо ошибаетесь правда выкладывай что-то задумал думаю накрыть сберегательный указ в центре хочешь банка взять я давно пасу это место уже все сто раз обдумал нужна лишь пара верных ребят чтобы прикрыли мою спину а грабить банк для нас слишком круто мы тут сраных федералов грабим в чем разница том что это задание сальери вот и дебил укрой сигары нам поручил дон а налет на банку ни за что не одобрит а мы ему не скажем ты что же хочешь кинуть дона нет конечно нет провернем дело и честно поделимся с ним он разослится но успокоится когда увидит свой дом не знаю а я сука знаю делай что хочешь я тебя не сдам я многим тебе обязан но если сальери узнает что ты провернул что-то за его спиной ляжешь рядом с морелла как по мне это того не стоит он прав поле или скажи все дону или забудь ну-ка мечта пихать можно проснись все мы на месте том бери тачку найди грузовик встретимся у хранилища мы с поле захватим остальное ладно ты что перепил что ли не трезв как стекло этого я и боялся эй хорош меня доставать все путем так найдите угоните грузовик там уже не обыщите рабочий район смысле я еще искать должен че че непонятно а вот и нашел грузовик подгоните грузовик сэма и поле поехали да я чувствую вот эти задания они уже становятся реально стрёмными каким-то то есть но понимаешь как тебе сказать типа безумными непродуманными рискованными раньше было все как-то схвачено раньше все было по уму а сейчас просто уже ну прям беспредел ну край прям на федералов эти краси алмазы ну это же пиздец то есть вы понимаете да размах сальери с каждым делом дело становится сложнее во первых и во вторых рискование для обычных работяг вот для вот этой троицы которая выполняет эти задания естественно том уже понял что рано или поздно он просто откинется на каком-то из заданий потому что ну это ж перебор остановись здесь то на блан самого сальери грохнуть втроем и все был бы очень ништяк где моя форма это все что есть брат все равно там в кабине всего два места можешь ехать в кузове лежи и не высовывайся не то нам конец не беспокойся лежу и как раз отлично все погнали ладно ладно что за прикол эй том удобно тебе там сам как думаешь умник приедем к хранилищу и что дальше не знаю поищем ящики из камеруна или как его там ну сигарная страна скажи ты видал размеры этого хранилища и парься ночью там никого нет сделаем все что захотим чёрт точно да пип бумаги у тебя на торпеде вы о чем держи друг хорошо проезжайте работа сегодня кипит парковка забита слышали сегодня здесь полно народа ничего будем действовать по обстоятельствам я не умею действовать по обстоятельствам сэм ты же знаешь вы чего так поздно парни мы должны управиться с этим грузом к рассвету извини никак не могли найти бумаги но уже все в порядке просто скажи что делать мы новенькие мы тут все новенькие парень но кое-кто из нас получше знает который час за мной ладно то теперь все в твоих руках полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами понял они все записывают так что порой севых документах нам нужны камерусские сигары с корабля богемия судно пришвартовал с 23 числа во вторник ясно до 23 часов вторник вадиме как закончишь разыщи нас так и куда мне идти стрельба привлечет внимание на заставания драматик пахать сверхурочная ищи все что выглядит как-то странно мы никак не сможем осмотреть все ящики нам и недели не хватит вам и заплатят как за неделю хватит ныть пизда как он меня запалил не обоих обоих убить или чё наверно было убивать я думаю просто пройти по стелсу ладно как скажете федералы заставляют работяг пахать сверхурочно что выглядит как-то странно мы никак не сможем осмотреть все ящики нам и недели не хватит вам и заплатят как за неделю хватит а 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 во друга лежите вместе а потом скажет один убил другого из-за ревности заметка по поводу обыска хьюи я забрал со склада ящик сигар нутром чую то что мы ищем может быть спрятано среди конфискованных камерунских сигар с богими как придешь сразу отправляйся на склад и проверить остальные ящики увидимся утром удачи это мне поможет ящики лежат на складе допустим это логично так парни давайте поживее тогда закончим с мелкими ящиками перейдем к большим соседнем помещении ящики и и и и и и и и и Играет музыка. Список грузов. Мечта Эмпайр Бэй, Ром, неуплаты пошлины, сектор А1, Нелли, неопознанная техника, сектор Б2, богемия, сигары, неуплаты на пошлины, сектор Д2, незабудка, непристойные материалы, секторы А2, С2, Б1. Оу, май! Король Гаваны, Ром, неуплаты пошлины, сектор Д1. Короче, нам нужно Д2. Но мы в А2, С2, Б1, может тоже что-то... Интересно. Весьма. Так, это все бесполезно. Приказ ФБР. Срочно. Нам стало известно, что хранилище таможенного конфиската в Лост Хевене в данный момент содержит неизвестную контрабанду особой ценности. Необходимо срочно осмотреть все конфискованные товары. Время ограничено. Отсутствие результатов может привести к провалу судебного процесса в Эмпайр Бэй. Детектив Джозеф Гроу. Укай. Понятно все. Все понятно. Все понятно. Так, и что? Куда? Что? Кто? Тут опять карточки у нас. Моретти. Ух ты ж, блядь. Газета. 30 сентября 1938 года. Нацисты в Мюнхене добились своего. В соответствии с заключенным в Мюнхене соглашением германский фюрер Адольф Гитлер получил возможность анарексировать судебскую область Чехословакии. Оккупация судеб будет завершена в течение 10 дней. Соглашение подписали представители Италии, Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлин прокомментировал это решение словами «Я привез вам мир». Представители Чехословакии при подписании соглашения не присутствовали. Правительство страны было готово к тому, что любое принятое решение нанесет ей значительный ущерб. Вот так вот. Не, ничего. А как мне туда пройти теперь незаметно? Вот так вот. Я думаю, они меня сейчас запарят. Надо быстрее хватать и его уносить. Правда, кровь осталась, но... Я думаю, скрипт не сработает. Ладно, пойдем через центральный вход тогда, пускай они там чилят охраняют. Ладно, поищем там. Я его нашел! Су-ка! А-а-а! А-а-а! Жёстко. Блядь, с самого начала, почти с самого начала. Мне получается, это не обязательно смотреть же, да? Потому что мне уже, типа, нашлись подсказки. Мне нужно просто как-то мимо пройти аккуратно. Так, это всё бесполезно. Добро пожаловать в нашу команду. Стопэ! Стопэ! А почему у меня уведомление приходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Как это вообще работает? Так, надеюсь, я это, наверное, вырезал. Чтобы не было момента там лишнего. Не, ничего. У меня уже красный мигает. Спасибо. Уже пофиг на эти тела. Я даже не буду прятаться, потому что насрать. Здесь больше никого не будет. А, черт, сколько же тут всего. Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Таких же сотни. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. О, это мне поможет. 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 Спасибо. Допустим. 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 Сейчас расчистим себе дорожку. Допустим. 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 Это Д2 или что? Здесь ничего. А это А1. А нафига, блин? Пометили бы мне сразу Д2. Д2. Я теперь откуда знаю, где тут чё? Пройти в щель нельзя. Фигово. Так, давайте ножик возьмём. С ножиком побыстрее как-то убивается, мне кажется. Вот Д2. Вот здесь должно быть. А, это Б2. С2. С1. А где Д2? Я вот, вот Д1. Ещё чуть-чуть и найду. Это типа, если бы я записку не прочитал. Вот Д2. Здесь ничего. Значит, вот здесь. Блядь, здесь аж 4 ящика. И здесь тоже. Господи, сколько можно? Ну, здесь уже всё, последний ящик. Ну, да. Вот ты где. Вот и он. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Всё пучком, парни. Ладно. Грузим всё и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, ни сигани воду. Чёрт. Вы слышали? Ладно, Том, погнали. Валим, валим. Да уж, Том, тут не слишком удобно, да? Через ворота. Незаконное вторжение в федеральное таможенное хранилище. Подозреваемые уходят на грузовике таможни. Нужны заграждения на всех дорогах. Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Том, педаль в пол. А я дома не спрятаться на ногах. А ты нужен покинуть район? Не очень. Дорога перекрыта. Найди другую. Если нас засекут, начнётся жара. Сейчас бы, короче, на грузовике реально уезжать от заграждения. Кого-нибудь собьёшь. И тут перекрыто. Сворачивай, Томми. Пока вроде неплохо. Я просто объезжаю их и всё. Чёрт! Слово заграждения! Давай в объезд! А здесь можно пройти? Кто-нибудь видел грузовик? Блин, идёте сообщите. Понял. Я думаю через порт проеду. Ладно. А почему нарядов до сих пор нет? Я вот это не понимаю. Чёрт! Слово заграждения! Давай в объезд! Сколько легавых они сюда пригнали! Надо ехать по другой дороге! Да едем, едем мы уже. Вон, всё, слева заканчивается район. Сейчас налево поверну и выйдем. Сейчас на грузовике бы... А! В дрифт заходить. Где они? Федерал уже нас на кишках повесит. Опять. Кажется, мы оторвались. Да, надеюсь. Ты заблудился на складе, что ли? Вы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашёл. В другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Что в другой раз? Согласовать всё с тобой? Ведь ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину везти пытаюсь. Давайте доберёмся до склада без скопов на хвосте. Ладно? Ладно. Алмазы у нас. Босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Ритц. После таких-то трудов. Таких-то трудов. Просто заехали на грузовике. Постояли у склада. Подождали, пока Томми нашёл ящики. Загрузили ящики и уехали. Великие, блядь, труды. Риск, да, был великий. Но не труды. Блин, далеко как ехать? Через мост ещё. Сколько? Шесть ящиков. Мне кажется, под конец сейчас подляночку нам сделают, нет? Заграждение какое-нибудь. Типа кто-нибудь там спалил эти номера, позвонили в район Сальери, вот этого бара. Там копы подсуетились, сделали заграждение. Это было бы реалистично, кстати, довольно-таки. Потому что грузовик-то они видели, номера-то видели. По-любому могли бы найти патрульные по всему городу. Какая-нибудь там подсует... Наши велики-то. Типа, где-нибудь там спалил. Получается. Получается. Типа. 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 На старой работе ты так же ездил? Сука. Подъебался. Он скрипит себя как пиздец вообще. Он скрипит себя как пиздец. Он скрипит себя как пиздец. Оля, ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик. Алмазов нет. Ебать, Дон их кинул. То есть мы рисковали жизнями ради этого говда? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет здесь. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен, Дон. Да. Но сейчас мы все будем помолчивать. Ясно? Да. Поле, ясно? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорченные, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня, гвард. За это надо с Олирией валить. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Тоби! Если б нас побязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот курс не упущу! Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Гранд Империал. Между Норд Парк и Центральной. Да, я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще... Я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях. И смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. Хуя, можно на поезде покататься. У тебя есть я, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти сорокет. А за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поли. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Я уже под пулями. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе бы плавать? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А-а-а. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Получено достижение логово льва. Глава пройдена. Глава пройдена. Что же, ребята, на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и писать любые комментарии, на которые я обязательно отвечу в течение пару дней. Ну, а также подписывайтесь на канал. А че вы? А че вы как, а? У нас же 2000 вот щелкнуло. Теперь надо до 5 догонять, да? Ты, ну, понимаешь, да? Ну, вот и все. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok